7 августа на 40-й военной базе АТАР министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермедбаев торжественно открыл армейские международные игры 2019 года. В этом году игры пройдут на 21 полигоне 10 государств, а также в акваториях Каспийского и Балтийского морей, а также Персидского залива. В программе игр 32 конкурса, 16 из которых примут участие наши военнослужащие. На территории Казахстана пройдут соревнования минометных расчетов мастера артиллерийского огня, конкурс беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» и состязание связистов «Уверенный прием». В данных конкурсах примут участие военнослужащие из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Сирии, Таджикистана и Китая. Необходимо отметить, что Казахстан стал первой страной, которая расширила географию армейских игр, и уже на протяжении четырех лет ежегодно военные профессионалы разных стран и континентов вновь собираются здесь. Как рассказывают сами участники, чтобы попасть на конкурс, представлять свою страну и армию на мировом уровне, они прошли непростой отбор и подготовку. Армейские игры – это уже не просто соревнования, а символ военного братства и возможность обмена опытом. В нынешнем году на территории Казахстана армейские игры пройдут в период с 7 по 15 августа. Помимо Казахстана, армейские международные игры проходят на территории девяти других стран. В рамках этапа «Гонка чемпионов» конкурса «Верный друг» кинолог и фрейтор военной полиции Макжан Жанабеков со служебной собакой по кличке Арно преодолел трассу в 1600 метров за 6 минут и 6 секунд, опередив остальных участников. В состязании приняло участие пять команд. По итогам двух упражнений наши участники оказались в тройке лидеров. На первом месте Россия со счетом 119 баллов, на втором месте Беларусь с результатом 104 балла и тройку лидеров замыкает Казахстан с показателем 92 балла. В конкурсе «Полевая кухня», который проходит на полигоне Алабина в Российской Федерации, наши повара соревнуются в первой группе с командами из Монголии и Азербайджана. В конкурсе принимает участие 11 команд. По результатам первого и второго этапов конкурса наша команда занимает лидирующую позицию, набрав 376 очков. На втором месте Монголия со счетом 338 очков. И на третьем месте расположился Азербайджан, набравший 336 очков. В танковом биатлоне на полигоне Алабина Московской области наши танкисты удерживают первое место в своей группе по итогам шестого заезда. Экипаж показал лучшее время в своем заезде – 21 минуту и 50 секунд. На втором месте команда из Монголии с результатом 25 минут 13 секунд. И на третьем месте танкисты из Венесуэлы с показателем 27 минут 55 секунд. В соревновании мастера артиллерийского огня, которое проводится на территории Республики Казахстан, участники должны пройти полосу препятствий и точно попасть в цель. За каждую непораженную мишень команде присуждается штрафной круг. Военнослужащие на первом круге стреляют из пулемета, на втором – из миномета и на третьем – из гранатомета и автомата. В этом соревновании с результатом 15 минут 58 секунд казахстанская команда заняла первое место. Вторую позицию заняла команда России, зачетное время которой составило 22 минуты 20 секунд. Третье место присвоено команде из Узбекистана, которая показала результат 23 минуты и 3 секунды. Конкурс «Уверенный прием» на территории нашей страны проводится во второй раз. По результатам первого этапа конкурса наша команда вновь заняла первое место, набрав 281 балл. Команда России заняла второе место с результатом 267 баллов. И на третьем месте военнослужащие Республики Беларусь. Их результат – 252 балла. Всего в конкурсе принимают участие 5 команд. В Китайской Народной Республике проходит конкурс «Мастер-оружейник». По условиям соревнования команды должны выявить неполадки оружия и устранить их. Пока завершились два этапа конкурса. По итогам первого этапа наша команда заняла второе место. Во втором этапе – шестое. В индийском городе Джайсанмер проходит конкурс «Отличники войсковой разведки». По условиям игр участники должны пробежать дистанцию в 12 километров. Также они должны преодолеть три контрольные точки и выполнить задание. По итогам конкурса Индия заняла лидирующее место, набрав 472 балла. Второе место досталось нашим военнослужащим, которые набрали 318 баллов. Российская команда заняла третье место с результатом 209 баллов. В Армении завершились два этапа конкурса «Воин мира» – «Профессионал» и «Эрудит». В соревновании принимают участие шесть команд. По результатам конкурса первое место заняла Армения, второе место – Россия и третье место – Казахстан. В этом году впервые проводится конкурс «Конный марафон» на полигоне Таван-Полгой в Монголии. Согласно условиям соревнования участники должны пройти через полосу препятствий верхом на лошади. В конкурсе участвуют команды из России, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. По результатам конкурса Казахстан занял третье место. На территории Российской Федерации проходит конкурс «Десантный взвод». По результатам первого этапа конкурса лидирует российская команда с зачетным временем 48 минут 2 секунды. Зачетное время команды из Китая составило 48 минут 32 секунды. Они заняли второе место. Команда из Беларуси заняла третье место со временем 50 минут и 40 секунд. Зачетное время же нашей команды составило 50 минут 54 секунды, пока они расположились на четвертом месте. Всего в конкурсе принимает участие 19 команд. В республике Азербайджан военнослужащие соревнуются в конкурсе «Кубок моря». Закончились первый и второй этапы конкурса. Всего участвуют 4 команды. Об итогах конкурса мы расскажем в следующем выпуске наших дневников. Конкурс «Военно-медицинская эстафета» проходит в Республике Узбекистан. В этом конкурсе оцениваются навыки оказания медицинской помощи военнослужащими. По итогам конкурса на первом месте с общей суммой в 541 балл военнослужащие Российской Федерации. На втором месте команда Республики Узбекистан, которая набрала 538 баллов. И на третьем месте казахстанские военнослужащие, набравшие 529 баллов. Казахстан вошел в тройку лидеров по итогам конкурса «Эльбрусское кольцо», который проходит в Российской Федерации. Наши военнослужащие набрали 3541 балл и заняли третью позицию. Узбекистан с итоговым общим баллом в 3882 на втором месте, а хозяева конкурса с общим баллом 4542 на первом. В конкурсе «Авиадартс», проходящем на территории Российской Федерации, военнослужащие нашей страны, уступив хозяевам конкурса в группе «Истребительная авиация», заняли третьи и четвертые места, а представители России заняли первые и вторые места. В группе нападения не было равных нашей команде. При атаке на военных бортах казахстанская команда, показав отличные результаты, заняла лидирующие первые и вторые места. В Беларуси проводится конкурс «Снайперский рубеж». По итогам личного зачета данного конкурса наша команда занимает третье место после Российской Федерации и Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин